Добрый день, уважаемые коллеги! Надеюсь, что нам удастся сейчас в течение получаса поговорить об управлении некоммерческими организациями, которые находятся в фокусе деятельности ресурсного центра. Я предполагаю, что мы должны определиться с вами с тем, согласны ли вы, что всякие услуги по поводу управления НКО – это якорный сервис ресурсного центра для некоммерческих организаций, потому что, как правило, система управления некоммерческой организацией почти всегда является узким местом для реализации любой инициативы, социальных услуг и так далее. Кроме того, мы предполагаем, что ресурсный центр должен иметь соразмерный с самому ресурсному центру некоммерческим организациям местным формат помощи в управлении некоммерческими организациями. У нас есть опыт по этому поводу, я готова с вами им поделиться. У нас это у Центра гражданского анализа независимых исследований, то есть у Центра ГРАМ. Мы предполагаем, что мы поговорим об основах формирования устойчивых управленческих процессов. Некоммерческие организации, кстати, ресурсный центр является частным случаем такой некоммерческой организации, поэтому для себя любимых тоже имеет смысл поговорить. И, наконец, мы рассматриваем принципиальные подходы к стандартизации уменьшения стоимости услуг для НКО и используем технологии и модели разработки управленческих решений. Мне кажется, что тема якорного сервиса имеет смысл, если ресурсный центр вообще рассматривает в своем перспективном плане рынок услуг для некоммерческих организаций. Он должен понимать, что ресурсный центр, для того чтобы он закрепился как системообразующийся элемент в системе поддержки некоммерческих организаций, должен предлагать достаточно широкий спектр услуг. И при этом нужно, чтобы полезность услуг ресурсного центра субъективно осознавалась некоммерческими организациями. Поэтому в перспективном плане мы в обязательном порядке закладываем это обязательство развивать услуги по управлению, в том числе как частично платный сервис. Мы предполагаем, что для того, чтобы некоммерческие организации обращались в ресурсный центр и работали с ним по поводу управления, управленческих проблем, нужно, чтобы к этому подключались администрации разных уровней, проекты, донорские организации и так далее. Почти всегда нужно, как мне кажется, закладывать сопровождения, связанные с поддержкой управления, принятием решений, реализацией проектов и процессами в некоммерческих организациях. И мы предполагали, что надо обязательно смотреть, существуют ли аналогичные продукты на рынке для некоммерческих организаций, потому что все должны понимать, что сейчас мы конкурируем с интернет-сервисами, есть платформы, которые предлагают управленческие решения, есть образовательные программы по поводу управления, разнообразные вебинары, открытое образование, есть университетская деятельность, которая тоже предполагает управление и так далее, нужно обращать на это внимание. При этом мы предполагаем, что поводом для изменения является, для изменения отношений к управлению НКО и самим управлением некоммерческими организациями являются внешние силы и внутренние силы. То есть если происходят технологические изменения, которые касаются, например, того, что у нас уменьшается барьерность среды, например, наоборот увеличивается барьерность от того, что вы развиваете спектр вебинаров, например, а ваши клиенты совершенно не расположены работать в таком формате или находятся в цифровом неравенстве, проще говоря, у них с интернетом это очень плохо, то тогда мы должны это оценивать, учитывать и так далее. Значит, соответственно, внутренние силы некоммерческой организации и частным видом некоммерческой организации ресурсного центра, они точно так же нужно обращать на них внимание, например, когда нужно изменить стратегию или развитие организации требует каких-то новых управленческих решений, или мы видим, как происходит выгорание персонала, он устал, он не справляется, или нам вообще не нравится, чем мы занимаемся, как-то вдруг выяснилось, что нам нечем гордиться. Почти всегда это и управленческие проблемы в том числе, управление разными аспектами деятельности некоммерческой организации, ресурсного центра, поэтому мы предполагаем, что на это стоит обращать особое внимание, это поводы для изменений. Наши продукты и услуги ресурсного центра нужно обращать внимание на то, что они изменились, в том числе потому, что мы иногда потеряли монополию на самые приоритетные и передовые знания для некоммерческих организаций, и поэтому очень важно иметь эти передовые знания в отношении управления или иметь консультирование для того, чтобы ниши какие-нибудь заполнять, если даже люди какие-то передовые знания в некоммерческих организациях об их управлении черпают в другом месте. У нас может измениться организационная культура, у нас происходят вообще серьезные изменения в некоммерческой деятельности, особенно меняется среда для некоммерческой организации, появляются возможности развивать социальные услуги, работать с бюджетными средствами, включаться в соуправление разнообразными сферами и так далее. Все это необходимо сопровождать конкретными управленческими решениями, которые стоит поддерживать. Понятно совершенно, что при консультировании по поводу управления мы всякий раз должны иметь в виду, что очень много факторов влияет на это, но как минимум вот тут четыре выделены. Зависит от того, какая это проблема в управлении техническая, например, коммуникационная стратегия внутри организации построена как-то очень криво покосившимся образом и постоянно пропадает часть информации. Или это другого вида проблемы. Это проблемы, допустим, структурные, связанные с тем, что какая-то часть функции организации развита серьезно, а другая находится в таком угасающем или в проблемном состоянии. Или фактором является, например, то, что ожидает некоммерческая организация. Очень часто некоммерческая организация просит ресурсный центр сказать, скажите, как правильно. Но мы не можем сказать в управлении, как правильно. Мы можем предложить варианты решения, ровно потому, что руководитель некоммерческой организации может специально или неосознанно скрывать часть информации, потому что он считает, что стыдно об этом говорить, или он ее на самом деле и сам не знает. И поэтому спектр предложений, которые мы делаем по поводу управления НКО, он такой разнообразный, и сама организация должна выбрать из тех вариантов, которые мы предлагаем, и это ответственность организации. Мы никого не усыновляем, не удочеряем. Очень много работает как фактор, когда мы говорим о том, кто является консультантом. Молодые консультанты, как правило, очень хорошо в технологической сфере, но вот в отношении стратегии и так далее, более зрелые по возрасту руководители некоммерческой организации склонны рассматривать их предложения, варианты предложенных ими действий, как не всегда имеющих отношение к практике. Такое тоже бывает. Ну и, наконец, зависит от того, когда мы вмешиваемся в управленческую проблему, когда уже все горит или когда они просто на вырос что-то обсуждают и так далее. И, значит, соответственно, особенности организации процесса консультирования ресурсного центра в отношении НКО, это связано с тем, какую техническую сторону мы решаем, то есть это какие проблемы мы решаем, какого типа управления мы затрагиваем. И человеческая сторона, насколько представители некоммерческой организации ресурсного центра готовы слышать друг друга, имеют опыт взаимодействия друг с другом, умеют реагировать на реакцию друг друга и так далее. Мы говорили о том, что для ресурсного центра управления это якорный сервис, но вы видите, вот я вот здесь показываю, что виды продуктов деятельности ресурсного центра, они могут быть разные. Это экспертный, когда мы советуем процессный, когда мы что-то переделываем в процессе постоянного взаимодействия с некоммерческой организацией, или обучающий, когда мы передаем знания, формируем навыки, знакомим с успешным опытом и так далее, и так далее. И везде, как вы видите, есть возможности сформировать и управленческую часть, то есть связанную с управлением МКО в любом из видов деятельности. Помимо этого, я хотела бы обратить внимание на то, что услуги ресурсного центра в отношении некоммерческих организаций и их управления, они тоже особые, когда мы не можем до конца гарантировать тот или иной результат из-за специфики самой услуги деятельности, от того, что она зависит во многом от взаимодействия, передается по частям, от того, что невозможно отделить услугу от субъектов взаимодействия. Ну и, кроме того, сами эти услуги по поводу управления не обладают высокой стоимостью, потому что, как правило, эксперты центра ресурсного, которые этим занимаются, должны очень серьезно поддерживать свою форму как управленческого консультанта, а это предполагает достаточно большую загруженность своей подготовкой, чтением специальной литературы, участием в конституционных семинарах, тренингах и так далее, и, соответственно, это формирует высокую стоимость, высокую занятость и так далее. Но если что-то вас заинтересует больше в этой степени, мы готовы говорить еще. Существует особая специфика поведения социальной литературы и коммерческой организации как потребителей услуг, ну, в том числе, например, потому что, с одной стороны, они сами не всегда понимают, что им нужно, и им нужны услуги определенного рода, уже в тот момент, когда все горит, и при этом они не готовы за это платить, не готовы, как-то, не знаю, вкладываться в вложение особой информации, и услуги, потребность возрастает, а платежно-способный спрос за ней не успевает, и поэтому нам нужно всякий раз искать возможности взаимодействия с другими донорскими программами, с программами государственными, которые могли бы снять часть издержек и часть проблем решить в этом смысле, да. Как правило, негомерческие организации хотят иметь диагностическое консультирование, вопрос-ответ, или конкретное обучение по теме, конкретные даты, или еще к чему-нибудь. Например, они хотят определиться с тем, как соединять между собой бухгалтерский учет и управленческий учет, который является частью управления негомерческой организации, но при этом это делают в какой-нибудь там самый последний момент перед сдачами отчетности и так далее. И диагностическое консультирование, это такое по типу вопрос-ответ, это, как правило, то, что требуется, но оно очень ситуативно, и без такого процессного консультирования серьезного, как правило, мы не достигаем высоких результатов, потому что нужно постоянно поддерживать интерес к управлению негомерческой организацией у негомерческой организации самой. Но есть зато особый запрос у постоянных клиентов ресурсного центра, развивающихся негомерческих организаций, это индивидуальное, процессное, обучающее консультирование, когда мы консультируем целые команды. Нужно понимать, что таких приблизительно пара десятков, может быть, три десятка организаций, и у них прям реально серьезный запрос, и тогда ресурсному центру нужно понимать, что он должен, с одной стороны, отвечать на этот запрос, а с другой стороны, иметь доступ к консультантам, которые более содержательно могли бы на отдельные аспекты этого запроса обратить внимание. Мы продолжим дальше. На примере поставщиков услуг в социальной сфере, в негомерческих организациях, которые являются такими поставщиками, являются одновременно потребителями услуг ресурсного центра, вот на слайде вы видите особенности, потребности разных негомерческих организаций в зависимости от этапа жизненного цикла или от того, чем они занимаются. Первое – это те, кто только начинает свою деятельность, у них общее видение своего дела, они не знают даже основ деятельности негомерческих организаций и основ социального бизнеса. И с ними, как правило, нужно работать диагностическим образом, очень простыми консультациями, консультационным обучением, и прежде всего они должны понять, как то или иное действие оказывается как результат в деятельности негомерческой организации. Второй тип – это те, кто имеет опыт деятельности, стремятся к ее совершенствованию, но не собираются меняться кардинально и хотели бы что-нибудь только дополнительное увеличить. Ну, например, они готовы посмотреть, как работать с базами данных клиентов, но не готовы менять саму систему работы с клиентами, своими собственными. Третий – это те, кто уже сложившиеся, создали основы деятельности, и им нужно консультирование организующего характера. Нужно понять общественно-социальную бизнес-идею, найти для нее заинтересованного партнера, разработать совместно с ними проект. То есть это такое процессное консультирование, создание прототипов. Здесь очень хорошо работают все эти дизайн-лаборатории и так далее, и так далее. А четвертый тип – это устойчивый крупный НКО, который решает уже совершенно другого типа задачи. Они очень специализированные консультации могут заказать, например, консультации, связанные с управлением, выносными местами, системой распределенного производства услуг, со стандартизацией качества и так далее, и так далее. Взаимодействие консультанта с некоммерческой организацией строится по принципу цикла. Ну вот я предлагаю метод Эдикт. Это такой цикл взаимодействия сотрудника РЦ с представителями коммерческой организации. Он состоит из начала процесса налаживания рабочих отношений, диагностики, процесса сбора необходимой информации о текущем положении. Именно на этом этапе консультант должен обладать диагностическими инструментами, позволяющими ему понимать, что именно случилось в некоммерческой организации в части управления. Воздействие – это когда мы в процессе планирования принятия требуемых мер осуществляем, то есть пытаемся разработать эти варианты рекомендаций, дать понять человеку, который с нами консультируется, в некоммерческой организации, что именно, какие варианты решения возможны, и понять, что он понял, что мы говорим. Дальше – согласование. Это понимание относительно достигнутого процесса. Он понимает, что получил варианты решения проблемы. Он, возможно, понимает, какие у него должны быть шаги. Именно в этот момент этот сакральный вопрос, даже сакраментальный, я бы сказала, вопрос о том, а как лучше. Я не знаю, как лучше. Это ваша организация. Я могу сказать, какие варианты существуют. И дальше – переход. Либо он говорит, что хорошо, давайте мы попробуем, но попробуем с вами, или он уходит и говорит, да, давайте, я все понял, я подумаю сам. Это вот процесс прерывания отношений временно или постоянно. Это обязательно нужно иметь в виду, чтобы вы не сталкивались во время ситуации, когда вы все время в болоте находитесь, не до конца приняли решение. Некоторые рекомендации специалистов ресурсных центров в процессе консультирования некоммерческих организаций заключаются из нашего опыта и опыта управленческих консультантов. Во-первых, нужно представлять результаты диагностики рекомендаций, то есть каждого этапа. Нужно сосредоточить внимание на проблемах, которые могут быть решены в данных временных рамках, не предлагать сложных решений. Один очень уважаемый эксперт как-то мне сказал, что лечение болезни не может быть страшнее, чем сама болезнь. Это вот ровно про эту ситуацию. То есть не нужно усложнять ситуацию, нужно придумать вот эти вот череду шагов практического характера, которые можно было предпринять в случае такой или иной проблемы. Конкретный пакет взаимосвязанных рекомендаций лучше предлагать. И нужно предостережение иметь в виду, о которых я хотел бы вас предупредить. Нужно не брать на себя чрезмерных обязательств, не давать чрезмерных обещаний, ровно потому, что мы не до конца понимаем, всю ли информацию мы имеем перед глазами, когда мы решаем проблемы некоммерческой организации. Нужно избегать быстрых решений для сложных проблем. Нужно использовать в качестве соконсультантов подходящих людей, то есть людей, которые могли бы проконсультировать некоммерческую организацию по отдельным аспектам, по бухгалтерскому учету, по управлению, по мотивации сотрудников и так далее. Они хотя бы понимали, что такое некоммерческая организация, и понимали специфику этой деятельности. Ну, нужно подчеркивать положительное значение перемен и попытаться способствовать тому, чтобы руководители организации вовлекали участие сотрудников в этих переменах. Что востребовано с нашей точки зрения, что в первую очередь нужно на что обращать внимание. В некоммерческой организации, как и в любой организации, существуют разнообразные проблемические проблемы, но вот мы на что часто натыкаемся. Организационные патологии, которые связаны с тем, что что-то в организации постоянно работает не так. Ну, например, вот маятниковое решение. Решение принимается, какой-то момент реализуется, потом откатывается обратно. То есть фактически постоянно возникает ситуация старого нового положения. Отсутствует специфическая поддержка и мотивация волонтеров и специалистов. На это стоит обратить внимание. Не сбалансирование процессов деятельности и процедур. Очень много обращает внимание, например, на документационное чего-нибудь и не обращает внимание на то, что по этому поводу нужно принимать решения. Ну, классический пример. Все собирают формы обратной связи по поводу, не знаю, проведенных семинаров и так далее. Но при этом никто их до конца не анализирует и не вносит изменений. Неумение использовать стратегические решения. Очень большая проблема, с которой мы сталкиваемся в управлении коммерческой организации, это когда недооценивают поддержку людей как внутри, так и вне организации при переменах ее деятельности. Незнание того, сколько ресурсов нужно организации, чтобы то или иное осуществлять изменения в управлении. Неумение управлять проектами и входить из него. И отсутствие антикризисных решений и практики. Вот это такие базовые вещи. Мы хотели бы обратить в связи с этим внимание на то, что при диагностике тех или иных проблем нужно обращать внимание на то, что организация открытая система. Это одна из серьезных таких погрешностей или затыков в голове людей, которые управляют коммерческой организацией. Они не понимают, что любое ваше решение не означает совершенно точно, что оно будет выполнено 100%. На это действует все, что угодно. А плана Б, как правило, не бывает. Именно поэтому нужно обращать внимание на организацию, как открытую систему, на которой оказывает влияние множество факторов. Вот я привела пример на слайде такой модели. Все это в целом, независимо от организационной правовой формы, некоммерческие организации, конкурирует с большим количеством инициативных групп, других организаций и так далее. И это все оказывает влияние. Даже не в том смысле конкуренции, как мы думаем, они заберут у нас каких-нибудь наших благополучателей. Благополучателей всем хватает. Но благополучатель, который увидел какой-нибудь организационный порядок, например, как работают в общественной приемной, как там консультируют, какой там комфортность среды, например, существует, они склонны распространять такие требования на все организации, с которыми они работают. Вот это один из примеров открытой системы. Я хотела бы обратить внимание еще на то, что работая с некоммерческими организациями, специалистам ресурсных центров нужно понимать, что существуют имеющиеся комплекты модельных стратегий. Вот, например, мы консультировали одну красноярскую организацию, используя также иерархию стратегий. То есть, если вы приняли решение на верхнем уровне, как у вас действует корпоративная стратегия, общая стратегия организации, то вполне возможно, что у вас не так много вариантов остается на уровне операционных стратегий и так далее. Вот я понимание и вязки между собой стратегий, это один из ключевых ресурсов консультанта в том, что является специфическим вкладом консультанта в управление. Он ровно вот этим и обладает. Проще говоря, любой руководитель организации лучше понимает про свою организацию, чем любой консультант. Но отличается консультант тем, что он стратегически консультирует по поводу стратегически важных решений, то есть разрабатывает варианты стратегически важных решений, может быть, раз в месяц как минимум для разных групп некоммерческих организаций, а сам руководитель с этим сталкивается раз в три года, например. Вот от этого возникает особая такая натренированность управленческого консультанта. Итак, мы вспомним про иерархию стратегий. Следующий инструмент, который я хотела бы вам напомнить, это то, что некоммерческие организации, когда реализуют что-либо, они, как правило, не знают, сколько им нужно для этого ресурсов, денежных средств. И я могу это показать на примере такого инструмента, как структура стоимости социальной услуги. Это известная модель Стрелец. И вот вы видите, что стоимость любого действия, в данном случае социальной услуги, она складывается из прямых расходов. Это когда сотрудники, которые работают с какими-то благополучателями или сотрудники, которые, не знаю, проводят фестиваль, например. Это прямые расходы по организации фестиваля, прочие прямые расходы, которые могут возникнуть, расходные материалы и так далее. Но при этом есть еще прямые административные расходы, которые мы часто не учитываем. Ну, например, до этого нужно сочетать рассылку, нужно, чтобы работал сайт, на котором такой специальный ресурс под этот, например, фестиваль создан. Это такие прямые административные расходы, то есть они несутся в тот момент, когда мы проводим фестиваль, до и после, но связаны с фестивалем. Но помимо этого существуют еще и непрямые административные расходы, организация должна работать, в ней должен быть директор, бухгалтер и должен быть даже, если хотите, вклад на покрытие. То есть какой-нибудь из вид деятельности не должен ставить под сомнение, прекращать все остальные виды деятельности, потому что все ресурсы бухнутся туда. Значит, соответственно, вот эта стоимость деятельности, в данном случае стоимость социальной услуги как модель, она может быть использована, когда вы консультируете по поводу управления, финансового управления некоммерческой организацией. Есть еще один вопрос, еще одна модель, которую можно использовать, это когда что-то в организации происходит не так, можно посмотреть, модель, так называемая семикомпонентная модель, это когда предполагается, что все компоненты деятельности организации, внешний фактор, материальные ресурсы, стиль управления, лидерский характер руководителей и директоров, миссии, деятельность, внутренняя органика самой организации, культура, рост, возраст и развитие, они должны обладать принципом конкурентности, должны соответствовать друг другу. Вы не можете создавать гипермега новые и IT-технологии, которые, несомненно, ведут к тому, что решения будут приниматься в единицу быстрее, или они могут приниматься на разных уровнях деятельности организации, но при этом сохранять такую структуру лидерства и руководства, когда руководитель является одной точкой схождения всего. Такие семикомпонентные модели вот еще в таком виде могут быть применены в диагностике, когда вы между собой смотрите ключевые процессы организации как важные подсистемы, и этих баланс процессов тоже это принцип конкурентности, организационная культура, общие ценности, система процесса, структура, стратегии и так далее. То есть, когда, например, вы вводите какие-нибудь, договорились о том, что вы вводите какие-то новые продукты, связанные с тем, что изменились приоритеты ваши, или, не знаю, ваши благополучатели в некоммерческой организации стали какими-то иными, то тогда вам нужно понять, что это должно сказаться каким-то образом и в тех навыках, которые должны обладать люди, которые будут работать с этими благополучателями в комплекте персонала, в том, как будут настроены системы и подсистемы и так далее. Еще одна схема, которая очень важна при диагностике управленческих проблем, это варианты работы с управлениями изменениями, потому что существует всегда сопротивление, и это сопротивление нами недооценивается. И очень хорошо, когда вы диагностику проводите, а управленческие проблемы, которые возникли в НКО, которые сейчас в настоящий момент что-то изменяют в своей деятельности, то, возможно, вы столкнетесь с сопротивлением, в том числе на индивидуальном уровне. Например, люди одну информацию слышат, а другую нет, это селективная обработка информации. Тогда понятно, что нужно делать. Нужно обратить внимание на восприятие информации, добавить дополнительных данных или проверить, так ли понимают люди, о чем идет речь. Есть экономические факторы. Ну, то есть человек, который является работником в организации, он испытывает стресс от того, что ему кажется, что при изменении к нему будут применены какие-нибудь, там, не знаю, экономические факторы. Он будет меньше получать или его потребности в его деятельности в организации уменьшатся и так далее. Вообще, есть боязнь неизвестна, есть привычки, есть безопасности. Сопротивление переменам предполагает, что мы всегда должны понимать, где мы находимся, и у нас есть проблемы переходного периода. Вот есть настоящее положение и есть будущее положение. Если сопротивление переменами не преодолено, мы всегда находимся в ситуации болота, в этом новом старом положении. И, кстати, эта же модель позволяет нам, в случае чего, обращать внимание и на другую составляющую, которой занимается некоммерческая организация, когда они приобретают партнеров или сторонников, или когда они борются с кем-то, кого они считают своими противниками и так далее. А в самой организации такое тоже может быть. И вот есть ощущение, что люди считают, что самое главное – кого-нибудь убедить. Вот прямо сейчас пусть он скажет, что согласен и начнет поступать заново. Но так не происходит почти никогда. И те кисы, с которыми мы работаем, это доказали. В некоторых случаях люди, которые сопротивляются чему-то в организации, вы не можете добавить им дополнительных мотивов, о которых пойдет речь дальше. Ваша задача – не обращать внимание на то, как их прямо сейчас сделать сторонниками. А, возможно, вам нужно сделать следующую вещь. Нужно сделать так, чтобы в настоящий момент им было все равно, что происходит. То есть погрузить их, условно говоря, в болото. А в этот момент они перестают сопротивляться, занятые своими делами. То есть это может быть другое поручение, новое дело, какая-нибудь новая функция и так далее, и так далее. А потом снова вернуться к этой проблеме, к проблеме преодоления сопротивления. Вполне возможно, что задачка на тот момент уже будет решена. Но, несомненно, есть еще одна модель, которую мы всегда используем, когда предлагаем варианты решений создания ответственности помки. Мы сказали, что для коммерческой организации критически важно в управлении, чтобы люди внутри организации понимали, что происходит, кроме руководителя самой организации. Это создание ответственности в восьми ступенях. Вот я здесь делаю вам такой слайд. И вы видите, что там модель ответственности идет поступенно. То есть сначала в рамках контакта мы убеждаем, что перемены необходимы. Потом создаем уверенность, что вполне достаточно общего понимания сути происходящего. Затем дальше у нас понимание, что именно нужно делать, чтобы что-нибудь изменить. И именно в этот момент начинается первая фаза сопротивления, которой не надо путать с неуверенностью и замешательством. Затем дальше поддержка. Если человек готов все-таки что-то изменять, целая группа людей в организации готова изменять, как этому процессу перемен можно оказывать позитивную поддержку, хвалить, информировать об этом, постоянно обращать на это внимание. Затем внедрение, выявить, разрешить проблемы. И при этом люди все больше и больше начинают понимать, что именно происходит в организации. Затем притирка изменений на этапе адаптации. Перемены могут существиться, но не будет ли маятникового решения, не вернется ли все обратно. Нужно адаптировать, прикрепить все изменения в структуру организации, к людям, которые этим занимаются. Затем определить это как формы, как устойчивые процессы, как какие-то договоренности, правила и так далее, то, что называется, социализация. И внутреннее принятие, когда люди уже настолько готовы способствовать этим переменам, что они уже сами вводят в эти перемены любых других людей, готовы про это рассказывать, они внутренне приняли изменения и так далее. Вот эти модели создания ответственности о 80 ступеней помогают нам в ситуации, когда мы разрабатываем варианты решений. Очень плохо, когда мы не обращаем на это внимание, некоммерческая организация не обращает это внимание. Наш опыт говорит о том, что чаще всего основные проблемы, которые мы почему-то называем то выгоранием, то демотивированием сотрудников и так далее, это проявление, а фактически проблемой будет являться не создание ответственности за перемены. Успешные организационные преобразования тоже требуют, если эмоциональным поведенческим аспектам уделяется не меньшее внимание, чем производственным, и планы преобразования должны в обязательном порядке иметь особое сопровождение руководителей организации, создать стимулы для участия в воплощении нужным людям, а затем обеспечить его реализацией работы с ними рука об руку. И тут, значит, есть инициатива сверху, создание управляющей команды преобразований, создание условий выделения ресурсов для организации преобразования, такой центр ответственности создаем, да, поддержка снизу, когда люди понимают, что все равно необходимо изменять, и что они могут делать, каков их вклад в эти изменения, и как они могут участвовать в разработке конкретных шагов, как мы называем здесь оперативные решения. Или организация ключевых процессов в организации, снова вспоминаем про семикомпонентную модель, выявление приоритетов, информационное обеспечение и формирование разных команд. При этом мы хотели бы обратить внимание, что в некоммерческих организациях очень часто забывают о множественности ролей руководителя. Вот по Генри Минсбергу у нас есть 10 ролей. На уровне принятия решений руководитель является человеком, который предприимчивый, который придумывает что-то, тот, который распределяет ресурсы, тот, кто ведет переговоры между разными группами или с внешними участниками, и тот, кто устраняет нарушения. У него есть ответственности межличностного характера или межличностные роли, когда он выступает именно как руководитель, то есть человек, который с полномочиями выполняет функции власти некоторой, как связующий звено и как лидер, человек, мотивирующий, делая как я, создающий перспективу видения, создающий особую эмоциональную атмосферу. И у него есть информационные роли, он получатель информации, если он чего-то не знает, то, скорее всего, он тоже наткнулся на селективную обработку информации у себя внутри, он просто не хочет чего-то замечать. Он является распространительной информацией, он представляет свою организацию. В зависимости от вот этих 10 ролей или вот этой модели 10 ролей, можно подумать о том, чем можно помочь руководителю организации, обратив внимание, что какие-то решения достигаются за счет исполнения иной роли, чем та, в которой он столкнулся с огромным количеством проблем. Есть антикризисные линейки для руководителя НКО. Кризисы в НКО бывают все время, постоянно то человек ушел, то законодательство изменилось, то денег не получили, крант не выиграли и так далее, и так далее, и так далее много раз. И нужно обращать внимание, что существуют потребности в антикризисной линейке для руководителя НКО, то есть его ответственность за социально-психологическую работу с людьми, с которыми работать, никто не отменял. Но тяготы по поддержанию морального духа в коллективе и эмоциональной поддержке коллегам руководитель может разделить еще с кем-то. Он может решить вопрос о том, чтобы вместе с коллегами выработать гибкий график работы, возможность брать отгулы по окончанию тяжелых проектов, но взамен можно вот эту вот ситуацию, которую мы называем непонятно какая занятость, работа по выходным и вечерам, но всегда дать возможность после этого людям побыть в семье, потому что семья является очень значимым фактором. Дополнительный отпуск за счет организации может быть в том числе как форма поощрения, совместные мероприятия, где люди действительно могут отдохнуть, поговорить друг с другом, вдохновиться, получить положительные эмоции, это крайне важно. Позитивный настрой руководителя других лиц, принимающих решения, даже если в организации идут проверки, под проверками я имею в виду вмешательство любых контролирующих органов и так далее. Люди всегда чувствуют, что все будет хорошо, когда понимают, что их лидер уверен в себе и в том, что он делает. Вот этих метаний и небольших истерик на рабочем месте лучше в условиях кризиса в организации не допускать по возможности, да и в общем-то это ни к чему не приводит. И совместная социально-ориентированная деятельность помимо работы очень хорошее дело. Можете вместе ходить на субботники, работать в хосписе, один день в неделю сами пробонно что-либо, один день в месяц или там в три месяца сами пробонно что-либо делать. Вот эта социально-ориентированная деятельность, выходящая за рамки вашей организации, ваше отдельное волонтерство, серьезным образом работает как социально-психологически-революционная деятельность. Очень стоит обращать внимание на то, что руководители, как правило, в условиях кризиса в организации не делают то, что называется представлением гарантии. Информировать коллег о состоянии дела в организации, а не что-то там руководитель ходит, сам себе соображает и потом очень обижается, что не отдают должное его героическому в настоящий момент, его героическим действиям, но их просто не знают. Использовать контроль извне, как способ успокоить у нас нет серого. Надо вселять уверенность, что организация не закроется внезапно и все смогут справиться со своими социальными обязательствами. Как минимум, каждый получит, не знаю, какое-нибудь замечательное резюме, руководитель включит все свои связи, чтобы, если что, помочь сотрудникам и так далее. Потом не надо вести себя, как мартышка с гранатой, что коллеги должны понимать, как руководитель будет действовать в условиях трудностей. Нужно всегда точно говорить о том, какова продолжительность вот этой трудной работы, когда будут авралы, чтобы люди могли спланировать свою остальную жизнь, потому что жизнь не равна деятельности даже самой любой благотворительной организации. И нужно быть предсказуемым, не сбивать людей с толку, без необходимости. Это, кстати, гарантии, вот эта модель представления гарантии, это одна из очень часто используемых мной, по крайней мере, как консультантом, моделей, позволяющих показать, какие варианты снятия напряжения, управленческого напряжения в организациях, в которых сейчас существует кризис, можно применить как. И о себе нужно работать любимым, потому что мы несем ответственность за всю свою команду, за судьбу организации, выполнение ее миссии. Руководитель как-то не очень понимает, что быть здоровым, с вылеченными зубами, с нормальной семьей, и с родителями, с которыми вы часто встречаетесь, это фактически быть в состоянии действия, в ситуации, когда будет необходимо это критическое важное действие. Нужно не игнорировать собственную усталость. Есть такая система управления, там система воспроизводства, восправления жизнедеятельности, или управления таймом, менеджментом, управления временем и так далее. Это очень важно, и нужно не жертвовать собственным, саморегулирование еще есть такая, саморегуляция, да, и нужно не жертвовать собственным временем, предназначимым для восстановления, достижения профессиональных результатов ради каких-то других задач. То есть если руководитель некоммерческой организации сам мало чего сейчас современного читает, понимает, знает, может и учится, потому что он занят добыванием денег для организации или помощью своим благополучателям, то это когда-нибудь скажется на организации, в том числе, а в условиях антикризисной линейки это совершенно невозможно. Мы хотели бы обратить внимание, что мы создали такой пакет в рамках проекта Центра развития управленческих компетенций руководителей ресурсных центров НКО. Мы создали пакет вместе с нашим партнером общества развития продуктивных инициатив, и в нем содержится максимальное количество примеров, моделей, разнообразных подходов, разнообразных вариантов решений, которые можно использовать в управленческом консультировании коммерческой организации. Вот так выглядит структура внутри пакета. Пожалуйста, можете им пользоваться, он есть в открытом доступе, вы его можете скачать при необходимости. Если у вас по каким-то причинам это не получается, обращайтесь к нам, в конце презентации будет написано, как к нам обращаться. И я хотела бы сказать, что ресурсному центру все равно нужно всякий раз обращать внимание на прочистку своих собственных компетенций, на понимание своих собственных эффективных ресурсов и так далее. И есть нелегкие вопросы для ресурсного центра, вот они здесь лежат, связанные с тем, чтобы мы проверили, где есть монополия на передовые знания, где мы должны достроить линейку, а передовые знания передаются к кому-то, к кем-то другим. Ну, очень простой пример. Вы можете не сами проводить управленческие семинары, если вы чем-то не обладаете, но вы можете даже настроиться и провести вместе со своими коллегами из негомерческого сектора вебинар, обсудить результаты вебинара прямо вместе. Это очень хорошая такая похвальная традиция, поскольку она позволяет использовать лучших управленческих консультантов, которые онлайн могут что-то предложить, а потом вместе обсудить на примере конкретных кейсов. Нужно постоянно понимать, что управленческие проблемы самого ресурсного центра тоже нужно решать как управление НКО, чтобы быть достаточно эффективными. Мы хотели бы понимать, что мы имеем компетенции, чтобы быть хотя бы домашним доктором. Модель домашнего доктора – это очень хорошая модель, нам она нравится. Это когда ресурсный центр выступает именно как аналогичный в медицине домашний доктор. Он может помочь роду вспоможению, то есть он знает основные болезни, которые есть в этой местности, он может быть в них специалистом, но не является специалистом-кардиологом, реаниматологом и так далее и всем остальным. Он отправляет организацию, или в данном случае пациента, отправляет к врачу рекомендуемо конкретно. Точно так же и здесь нам нужно разработать панель, иметь в руках эту панель консультантов, консультационных организаций, которые могут помочь, если нужна прям как серьезная такая поддержка, но первичную диагностику, настрой на позитивную продуктивность некоммерческой организации в системе ее управления, это мы должны сделать сами. И при этом у нас для этого должны быть достаточные компетенции, мы предполагаем, что их нужно приобретать, иначе с нами остается самый консервативный, непрактичный и вечно неуспешный. Нужно специально обратить внимание, что бесплатность не является заменой качества услуги. Нужно обратить внимание, что наша компетентность может быть барьером для появления новых стратегических партнерств, например, с бизнес-инкубаторами, с технопарками, со специалистами в управлении, в саморегулируемых системах и так далее. Наша компетентность должна быть достаточной для того, чтобы шлюзы создавать с ними в нашей совместной деятельности для развития эффективного управления НКО. И наш образ, имидж и репутация все-таки должны как-то соответствовать представлению о том, что мы реально можем предложить что-либо в поисках успешного будущего, и это очень важно. Люди новых знаний и опыта – это то, что прежде всего возникает в рамках консультационных сервисов для некоммерческих организаций, которые предоставляются ресурсными центрами. То есть, еще раз, мы не можем гарантировать, что мы изменим организацию, но мы можем сделать более успешным человека, который консультировался с нами по поводу организации. Это и есть наш вклад в это. А остальное – это уже дальше процессный, но все равно наш основной ресурс – это люди, которых мы меняем. Вы можете обращаться к нам. У нас в много готовых материалах есть ответы на разнообразные вопросы. Вот здесь есть наши координаты, по которым можно к нам обращаться. Вы можете написать электронной почтой, и мы можем предоставить вам информацию к другим нашим разработкам, которые касаются управления. Основное, что я хотела бы сказать сейчас – это вот что. Нужно понимать, что компетенции специалистов ресурсных центров в сфере управления могут быть разнообразными. Ваши пресс-секретари могут быть одновременно специалистами по налаживанию коммуникаций. Ваши информационщики могут быть специалистами по информационным системам, поддерживающим эффективные управленческие решения. Ваши бухгалтеры могут одновременно быть консультантами в сфере связи между тем, как с помощью бухгалтерских документов, бухгалтерских инструментов, бухгалтерских регистров, бухгалтерской информации можно принимать эффективные решения. Любой специалист в некоммерческой организации может одновременно выступить внутренним консультантом для управления своей организацией или горизонтальным консультантом для остальных организаций. И уж тем более руководитель и специалист ресурсного центра как особой формы некоммерческой организации НКО для НКО могут быть серьезно успешны в этом. Главное найти свой формат, свою специализацию и не терять любопытство и четко понимать контекст управления некоммерческой организации, который вполне себе сейчас современен. И мы знаем много опытов, когда некоммерческие организации привлекали очень серьезных экспертов-управленцев, которые помогали решать управленческие задачи, понимая, что это очень благодатная почва. Таким образом, удачи вам всем специалисты ресурсного центра. Если что, обращайтесь.